Планируется ли в будущем проводить больше турниров с реальным призовым фондом, помимо Гонзона? По проценту это был такой небольшой инсайдик, скорее всего, будущим семьям или игрокам, да. Блин, это круто. Вот это уже, вот это уже пахнет деньгами. Киберспорт в GTA 5 RP. Скажи мне это два года назад, и я бы посмеялся. Но как бы смешно это не было, в данный момент это начинают серьезно развивать. Проводя различные турниры для семей, некоторые из которых даже с реальным призовым фондом. Сегодня я хотел бы поподробнее вам рассказать и показать это все, потому что многие игроки GTA 5 RP все еще не знают об этом. Но перед этим я хотел бы, как обычно, сделать розыгрыш на 1000 Majestic Coins. Для этого нужно поставить лайк, подписаться и написать любой комментарий. А вот победитель из прошлого ролика, напиши мне в личку, чтобы забрать свой приз. Все турниры проходят на проекте Majestic. Существует специальная лига, которая называется MCL, в которой каждую неделю сражаются семьи и получают за это виртуальную валюту. Сам турнир проходит по очень интересной системе. На карте есть зоны разных цветов, по которым могут передвигаться игроки. Но по правилам игроки не могут находиться в одной зоне больше 5 минут, и нужно обязательно передвигаться по всей территории. В тот момент, когда на поле боя остаются последние выжившие семьи, в чате уведомляют о финальной зоне, в которой по итогу выигрывает сильнейшая семья, за что она получает виртуальную валюту и очки в общей статистике семей. По итогу которой семьи отбираются на самые крупные из турниров GTA, а именно Gun Zone, в которой семьи уже сражаются за реальный призовой фонд. Совсем недавно организаторы придумали новый турнир, который называется King Majestic, который определяет самую сильную семью на всем проекте. Изначально на каждом из серверов Majestic'а семьи проходит отборочный этап. За победу на каждом из этапов семьи получают по 20 баллов. Первый этап это стрелы. Второй этап это турнир MCL. Третий этап это война за зоны. Это почти такое же мероприятие, как MCL, только игроки в зонах могут находиться неограниченное количество времени. Но эти зоны удаляют администраторы, из-за чего ты постоянно находишься в движении. И сталкиваешься с другими семьями, после чего в финальной зоне определяются сильнейшие из семей. Четвертый этап это King WZM, где семьи по турнирной сетке играют друг с другом на одной из локаций. После отборочного этапа с каждого сервера выбирают самые сильные семьи. И эти семьи играют между собой по точно такому же принципу, где уже выбирают самую сильную семью на всем проекте. Также я решил задать несколько вопросов по поводу турниров непосредственно организатору. А именно с Кивиру, который является частью команды Моджестика. Смотри, у меня первый вопрос. Твое мнение, как быстро развивается, так сказать, семейный киберспорт в GTA V? Ну смотри, наверное полтора года он находился в состоянии застоя. Никто им не занимался в принципе в GTA V индустрии. После того, как мы на нашем проекте внесли некоторые изменения, и я решил немного иначе посмотреть на турниры и сделать много другого вида, у нас начался большой прогресс. Потому что у нас очень много планов, и это я все хочу реализовать. Поэтому в скором будущем это будет уже совсем другое, не то что сейчас. Хорошо, а теперь второй вопрос. Планируется ли в будущем приводить больше турниров с реальным призовым фондом, помимо Гонзоны? Да, 100% это такой небольшой инсайдик. Скорее всего, будущим семьям или игрокам, да. Блин, это круто. Вот это уже пахнет деньгами. Это супер, это вообще прям супер круто. Теперь третий вопрос. Сейчас турниры приходят на игровых серверах Моджестика. Не хотели бы вы создать отдельный сервер для проведения глобальных турниров? Потому что сейчас, допустим, при проведении Кинг Моджестика, новые семьи столкнулись с проблемой того, что у них не было рюкзаков. Смотри, ну давай точно просто так. Мне об этом пишут все, а я прислушиваюсь у них игрокам, понимаю, что им нужно. И в целом, ну я услышал, что они хотят. Ну, то есть, в принципе, в планах такое как бы рассматривать? Ну, возможно, да. Хорошо, четвертый вопрос. Не думали ли вы о том, чтобы подключить спонсоров на проведение турниров? У меня были такие мысли, но если это и рассматривать только в далеком будущем, когда я увижу большой результат этой работы и когда я пойму, что нужно. Пока что у меня другие цели. Хорошо. Пятый вопрос. После появления функциональной войны семейной Моджестики перестанут ли проводить турниры? Нет. Я учел абсолютно все. Я знаю, как это сделать еще лучше. Я же говорю, именно поэтому с каждым месяцем будет только лучше и лучше, потому что об этом я знаю. И как сделать лучше тоже уже знаю. Хорошо. Очень интересно, очень интригующе на самом деле. Шестой вопрос. Сейчас в турнире проводят админы. Не было ли мысли сделать это все на функциональном уровне мода? Есть. Я не знаю даже, как сказать. Я работаю над тем, чтобы это было, скажем так, немного иначе. Чтобы это было более удобно для игроков. Выглядело это более удобно, корректно, профессионально. Знаешь, если так говорить, то я думаю над функционалом. И сейчас я над этим раз и веду работу. Тоже очень интересно. Блин, интригуешь, капец. Седьмой вопрос. Победителей Гонзоны добавляют на Мегамол в Гетто. Не думали ли вы о том, чтобы добавить помимо принта на Мол что-то еще по типу семейной формы? У меня вот этот интересный вопрос. Я кину небольшой инсайд. У меня есть идея, помимо призеров, сделать кое-что еще. Сделать кое-что запоминающееся и приятное для игроков. И в первую очередь для призеров прошлых. То есть нынешние, прошлые. Есть у меня очень хорошая идея. Я ее реализую. И она очень всем понравится. Но помимо принта на Мегамоле будет кое-что еще. Ты знаешь, такое тоже небольшой инсайдик. Блин, здорово. Вот это я, если честно, тоже жду. Потому что по итогу Гонзоны, грубо говоря, приз получает одна семья. Ну это лично мое мнение. Типа там Маджести Коины на семью. Ну да, круто. Но они все равно, допустим, в 2-3 место они тоже старались. А в большом плюсе только одна семья по итогу. Ладно, давай следующий вопрос. Часто ли в участниках турнира находят читеров? И что будет с семьей, если у них найдут читера? Не сказать, что часто. Просто, ну, конкретно, есть конкретные семьи, где их ловили. А был такой у нас случай, это, допустим, там, или какие-то редукции, или что-то такое. Если в семье очень часто ловят людей, которые используют сторонние ПО, им дают ЧС лиги на определенное время. Они не могут участвовать на турнирах, ни на одном сервере, и, ну, грубо говоря, вот так вот у них наказание. Это ЧС лиги. То есть, если в какой-то семье поймают читера, то их, грубо говоря, дисквалифицируют на определенное количество времени. Сначала будут давать штрафные баллы. А если их нашли несколько и много, там, допустим, по итогам 4-5 турниров, туда, да, ЧС лиги. Хорошо, достаточно жесткое наказание, я считаю. Потому что, мое мнение, то, что лидеры составов обязаны следить за своими игроками, чтобы у них не было подобных ситуаций. Ну да, конечно. Хорошо, давай тогда следующий вопрос. А не сказывается ли негативно то, что вы проводите турниры на РБ-проекте? У нас во время турнира очень сильно ужесточены наказания по отношению к, допустим, тем же дальнобойщикам, таксистам и прочее-прочее. То есть, условно, участники турнира не могут трогать работяг. Я за это даю харду. И если это что-то там, не знаю, торшовое, то я это еще и переношу на их основной сервер. Поэтому нет, игроков мне не трогают обычно. Хорошо. Два последних вопроса, таких лайтовеньких. Будут ли видоизменения локации для проведения турниров? Допустим, локации ВЗМ. У нас локации часто добавляются. Просто мы хотим добавлять только балансные локации, которые максимально корректны с количеством участников. Ох, там, 12 фракций, 12 семей участников, это почти 200 человек. Поэтому мы стараемся искать более вот такие вот похожие локации, которые сейчас имеются. И последний вопрос. Будет ли кастомный античит для участников турнира? Допустим, для проверки файлов игры. Тут я тебе не смогу ответить, потому что я такой информации сейчас на данный момент не обладаю. Я даже не задумывался об этом. Вот сейчас ты вот не дотянул вопрос, забыл хороший вопрос. Не думал, но скорее всего рассмотрю этот вариант, просто вот рассмотрю, а там уже как видно будет. Просто очень часто, вот допустим, я как участник Гонзоны, мы постоянно сталкивались с проблемой того, что казалось, что у кого-то нет удачи. У кого-то есть удача, у кого-то такой редукс, у кого-то такой редукс. Допустим, не было ли в планах такого, чтобы, допустим, создать единый редукс для всех участников турнира, который они бы могли использовать? Слышь, тут у нас такая тема была у меня в мыслях. Мы пока сделали только единую карту, но эта единая карта скоро будет в редуксе нетворка. Скорее всего, потому что если они спрятую старую карту, мы с ними свяжемся, и они изменят на новую карту. А у них редукс, насколько я знаю, соответствует всем нашим требованиям. Ну, в принципе, все. Больше у меня вопросов нет. Я услышал все, что мне было интересно. Спасибо тебе большое, что ответил на вопросы ясно и понятно. Да, тебе большое спасибо, что, в принципе, заинтересовался в этом продвижении, потому что у нас в ближайшем будущем очень много идей, которые я постараюсь реализовать.